Девушки отдыхают 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 но осуществляет замысел Божий, обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы жить и развиваться. Так вот, ангелы в этом смысле совершенны, благие ангелы. Они не повреждены, живут по воле Божьей, но видение их не безгранично. И поэтому они для совершения своих поступков вопрошают Бога и получают от Него вразумление. И в данном случае в притче о пшенице и плевелах как раз-то они и вопрошают, предлагают Богу повыдергивать плевелы. Слилу своей ограниченности они не могут оценить до конца всех последствий, и Бог их предупреждает. Говорит, оставьте все, пусть все созрит, и тогда уже вы отделите пшеницу от плевел. Так что здесь говорится об ограниченности, но не о каком-то ущербности ангельской природы. А то, что она ограничена, в этом нет сомнений, а не твари. Вопросы из зала, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Я слышала версию, что количество ангелов, которые даются людям как ангелы-хранители, оно ограничено. То есть, грубо говоря, один и тот же ангел, он может быть хранителем у разных людей, которые, например, жили в разное время. Прокомментируйте, пожалуйста. Мне не приходилось встречать такую мысль у кого-то из святых отцов, чтобы ангел-хранитель опекал сразу несколько человеческих личностей. Если вы найдете такой связи, это будет очень интересно. Мне такое не попадалось. Думаю, что в этом даже нет необходимости, потому что ангельский мир значительно превосходит количеством мир людей. Более того, представьте, здесь возникнет такое затруднение, на страшном суде Божьем каждая душа предстанет пред Богом и ангел-хранитель. Получается, один ангел-хранитель будет целое подразделение душ человеческих опекать и за них нести ответственность. Это несколько избыточно. Поэтому, мне кажется, эта идея слишком оригинальная и точно не характерная для православного предания. А вторая часть вопроса касалась... Или здесь не было, да? Хватит ли на всех в отношении ангелов-хранителей? Друзья, не надо переживать, потому что во время рождения человека, поскольку божественные идеи, божественные замыслы, они предшествуют творению мира, несостыковки быть не может. Всех на всех хватит. Пожалуйста, вопросы за вам. Спасибо за лекцию. Два вопроса по апостолу, тоже касательно ангелов. Там есть такие слова, послания Христа к семи церквам. И он говорит там, ангелу Смиртской церкви напиши, ангелу Филадельфийской церкви напиши. И там конкретные, отчасти даже местами угрозы звучат. А то, что если ты не будешь бдеть о них, я приду и... Ну, в общем, там, как это угроза, по сути. Кто эти ангелы? Являются ли они священниками, то есть людьми? Или это правда ангелы? И что будет, если ангел не убережет свою церковь? Какая его судьба будет? Это первый вопрос. И второй вопрос по апокалипсису. Когда апостол Иоанн хочет поклониться ангелу, а он ему говорит, что я такой же служитель, как и ты. И значит ли это, что мы не должны кланяться тем же иконам ангелов? И, соответственно, если мы не должны кланяться ангелам, почему мы кланяемся святым? Хорошо. Спасибо за вопрос. Слово «ангел» означает «вестник». И оно на самом деле употребляется не только в отношении этих таинственных бесплотных духов, о которых сегодня шла речь. Вообще-то и сам Господь Иисус Христос называется ангелом Завета Вечного. Ангелами назывались и апостолами, по сути, они тоже возвещали Евангелие народам. И в данном случае в апокалипсе Иоанна Богослова слово «ангелы» большинство толкователей, в частности, святитель Андрей Кисарийский, он предлагает понимать, и это, собственно говоря, является господствующей традицией в экзегезе, что ангелы — это епископы, предстоятели этих церквей. Они действительно несут ответственность, они могут ошибаться, при этом гораздо больше, чем реальные ангелы, духовные существа, и поэтому Господь с них спрашивает. Да, и по сей день предстоятели церквей, патриархи, митрополиты, они являются духовными ангелами вот здесь, на земле, за которые несут огромную ответственность. Поэтому здесь такая традиция толкования. А вторая часть вашего вопроса в отношении... Сейчас напомните... Поклонение. А, поклонение, да. Здесь вопрос очень серьезный, и он рассматривался в IV веке на Лазикийском соборе в 356 году, когда был поставлен вопрос, действительно, как почитать ангела богоугодно, чтобы, возможно, что в некоторых местах Малой Азии поклонение ангелам превосходило или было сопоставлено с поклонением Богу. И там выработан был очень важный такой момент, о котором сегодня я не сказал, но надо было сказать спасибо, чтобы этот вопрос заняли. О ней было введено терминологическое извлечение в богословии. Два термина. Проскинисис и латрия. Латрия – это богоподобающее поклонение. Вот мы Богу должны оказывать латрию. А проскинисис – это почитательное поклонение. Когда мы выражаем свое уважение, почтение. Допустим, мы видим человека старшего, мы можем поклониться, хотя сейчас это мало кто делает, но это естественно. Мы же в этом случае не предполагаем, что человек, который предстоит, это Бог или кто как-то с ним связан. Это выражение уважения. Так вот, в отношении святых ангела подобает уважительное поклонение, но не богопочитательное поклонение. И таким образом четко ставится грань между отношением к Богу и ко всем тварным существам, которые выражают волю Божию через свое служение. Вопрос по записке. Расскажите, пожалуйста, о делении ангелов на категории Архангла, Серафиме, Херувиме и так далее. И подобный вопрос. А есть ли какая-то иерархия падших ангелов? И куда, например, отнести полтергесты, домовых чертей и так далее? Ну, по поводу иерархии благих ангелов, она, несомненно, существует. Вообще, весь мир иерархичен. Это сразу просматривается в первой главе книги «Бытия». И это касается не только мира видимого, но и невидимого. Какова эта иерархичность? Тоже вопрос богословия неоднозначный. Дионисий Репагид в своем трактате о небесной иерархии, он предложил известную такую девятичинную схему, что ангельский мир делится на три группы Херувимы, Серафимы и престолы. Начало власти, господство, силы, архангелы и ангелы. Девять чинов ангелов. Но в этом случае Серафимы и Херувимы на высшей ступени, а архангелы и ангелы оказываются на самой низшей ступени. Но последующие церковные традиции, хотя эта схема хорошо известна и многим повторяется, не всегда употребляется и согласуется с данными откровения. Например, мы знаем, что когда Деница, Херувим, огненный Херувим, возмутился против Бога, то ему противостал не другой Херувим и не Серафим, а архангел Михаил. То есть несоответствие по чину. Дианисий Репагид выдвигает предположение, что ангелы высшестоящих ступеней, получая благодать от Бога, передают нежестоящим, как бы через них получают нежестоящую благодать. Но в других местах Священного Писания говорится, что ангелы предстоят пред Богом. Помните, в Евангелии Господь Иисус Христос говорит в отношении малых детей, «Не мешайте таковым приходить ко мне, ибо ангелы выну видят лицо Отца Моего Небесного». Значит, они предстоят, эти ангелы-хранители, тоже Богу. Так что я бы вам тоже предложил к этой иерархической модели Святого Дионисия относиться так, как к Теологумену. Но сама идея иерархичности несомненно православная и правильная, но до конца не раскрытая. В отношении падших духов, да, у них тоже, несомненно, есть иерархия своя, где иерархию возглавляет, конечно же, дьявол, а духи дальше им подчинены. Но если божественная иерархия ангелов выстроена по принципу любви, сознательного соучастия и соподчинения, то иерархия падших духов выстроена по принципу ненависти, злоба и страха. И соблюдаются именно в таком контексте. Но прямой аналогии между иерархией ангельской и иерархией падших духов не существует. Характеров, так сказать, внутреннего бытия, конечно же, едва ли сопоставим. Даже если поменять знак с плюса на минус. Вопрос из зала, пожалуйста. Отец Вадим, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, чем учение Дионисия Репагита о рвообразах отличается от философии Платона о бейдосах материи и символе пещеры? Ну, во-первых, отличается тем, что у Платона мир идей, он совечен. Платон не объясняет, как он возник. Он просто вечно существует. Где-то там, в таинственном благом высшем мире. Для святого Дионисия Репагита божественные идеи существуют в Боге. Он есть личность, которая в себе это создал и в себе это хранит. Это конкретное указание, где и как они содержатся. Во-вторых, у Платона божественные идеи становятся реальностью через деятельность демиурга. Он созерцает эти идеи, берет материю, и как-то что-то у него получается, что-то не получается, и так появляется множество вещей. Святой Дионисий описывает это все иначе. Он говорит, что божественные идеи являются первообразами для тварных вещей, но Бог творит эти вещи сам. Он является и творец этих идей, и сам их создает уже в реальности, когда творит этот мир. Не полуфабрикаты, как это делает ремесленник демиург, а в совершенстве, насколько он этим обладает. Поэтому каждый день творения он запечатлевает фразой «добра зело». Так что можно сказать, что Платон в какой-то степени, об этом говорит и Устин Философ, Ирине Леонский, нащупал некоторые правильные мысли, но он не сумел их оформить. Некая корреляция взаимоотношения, близость, да, есть. Но повторяю, что у Платона все очень мудно, как сквозь гадательное стекло, в то время как у Дионисии Репагита и у последующих отцу Максима Исповедника уже расчищены, как бы сказать, истинные богопровенные идеи и отделены от языческих примесей, в частности, учения демиургии. Есть на эту тему специальное исследование. Если вас этот вопрос специально интересует, можете к нему обратиться. Влияние платонизма и неоплатонизма на христианскую письменность первого-четвертого века. Есть несколько вопросов, которые связаны с ангелом-хранителем. В просительной ектенье мы просим Господа, святого ангела, который является верным наставником, хранителем души и тела. А также мы просим вечерних молитв, чтобы Господь дал нам ангела-хранителя. Означает ли это, что ангел может отступить? Почему должны о нем просить ежедневно? Если нам дарован ангел-хранитель, он, конечно, нам дарован, то это не значит, что он обязательно стоит у нас за правым плечом, где-то на расстоянии вытянутой руки, не далее. Он не обязан. Степень ответственности, ответственность определенная, да, на нем лежит. Но она тоже, так сказать, не всеобъемлющая. Он не может управлять нашей волей, нашим сознанием. Он может побуждать нас к этому благу, но если мы не хотим, мы его не совершим. О том, насколько близко нам предстоят ангелы и насколько они могут от нас удалиться, хорошо сказано в жизни святого Василия Блаженного. Он ходил по маске и родству и, подходя к домам благочестивых людей, бросал в эти дома камни. А подходя к домам, к питейным заведениям, трактирам, целовал углы этих домов. Люди недоумевали, а потом подошли к ним и спросили, а что ты делаешь? И почему ты так делаешь? Ведь эти места такие нечистые, эти трактиры. И наоборот, в этих домах живут хорошие люди. И он объяснил, говорит, когда я подхожу к домам благочестивых людей, я вижу, как бесы пытаются проникнуть в дом и не могут. Я бросаю в них камни. А когда подхожу к питейным заведениям, то вижу плачущих ангелов-хранителей. Я их приветствую таким целованием. А вам кажется, что я целую углы. Так что вот об этом же дистанции между ангелом-хранителем и человеком говорит святой Василий Великий. Он пишет, что зло-смрадный грех отгоняет от нас ангелов-хранителей, как прогнившая пища пчел. Так что каждый из нас может приблизить и удалить ангела-хранителя. Кстати говоря, вот в этой идее приближения и удаления ангела-хранителя кроется и ответ на вопрос о ангеле-хранителе при данном нам прикрещении. Иногда задаются вопросом, а вот есть ангел-хранитель, а вот еще в молитве ангелу-хранителю говорится данное мне прикрещение, что это у меня два ангела-хранителя, а потом еще в чине освящения колесницы там еще приставь еще ангела-хранителя, может, а три ангела-хранителя. Вообще так можно за прием пищи, ангела за трапезой, еще мне дали одного ангела. То есть, как бы сказать, ангельский собор у меня оказывается за спиной. Но, друзья, скорее всего, все решается гораздо проще. Изначально у каждого человека по замыслу Божьему есть ангел-хранитель. Другое дело, что он приблизиться к нам может только тогда, когда мы соединены со Христом и насколько мы соединены со Христом. И поскольку в таинстве крещения этот барьер, стена греха между мною и Богом, между человеком и Богом устраняется, то ангел-хранитель может легко вступить как бы свои права и помогать этому человеку. А до крещения он номинально есть, но реально возможно помогать ничтожно малы. Поэтому, собственно говоря, что он есть, что есть, человек может практически этого не ощутить. Помимо многочисленных вопросов об ангелах, есть много вопросов о динозаврах. Итак, вопрос о том, когда они появились. Значит, у одной из записок. Есть мнение, что в момент грехопадения изменилось будущее человечества, но одновременно изменилось и прошлое. И именно этим объясняет существование останков динозавров. Ну и так далее. Раскопки динозавров, библейское исчисление. Когда же они все-таки появились и куда они делись? Признаюсь, я не понимаю вот этого обостренного интереса к динозаврам. Все ведь на самом деле объясняется очень просто и полностью совпадает со Священным Писанием. Ту идею, что изменилось в прошлое, никто из святых отцов не высказывал, и я бы тоже серьезно к ней не стал относиться. А сквозь призму Священного Писания ведь все очень просто. В пятый день создаются присмыкающиеся. Там ведь не сказано, большие они были, маленькие. Динозавры – это все присмыкающиеся. И, конечно же, они были созданы в пятый день. А после грехопадения весь мир осквернился, весь мир преобразился в худшую сторону, пал вместе с человеком. И поэтому какие-то существа погибли, а какие-то приобрели агрессивные свойства и качества. И это касается в том числе тех самых динозавров, которых вы спрашиваете. Да, они были созданы пятыми. Конечно, созданы благими, добрыми, травоядными, как диплодоки. Слона же никто не пугается. Хотя слоны, конечно, не присмыкающиеся, но, наверное, диплодок выглядел приблизительно так же. Травоядный, огромный гигант, очень милый. А потом, после грехопадения, меняется мир. Говорит Василий Великий, что животные приобретают агрессивность. Одни прячутся с страхом, спасаясь через страх. Другие нападают, употребляя в пищу плоть. Человек стал употреблять мясо после грехопадения. В том числе и динозавры, часть динозавров тоже превратились в тираннозавров и тому подобных существ. Ну, а потом дальше потоп. Потом большую часть динозавров смыл с лица земли, но остались крокодильчики. Вот напоминание динозавров. Вот и все. И не надо там менять нам прошлое или будущее. А по поводу датировок костей, ну, друзья, это вопрос тоже, так сказать, дискутируемый, но не имеющий большого затруднения в сфере богословия. Во-первых, методы датировок это тема не устоявшейся и в научной среде. А во-вторых, ну, если даже они жили не семь, там, и не десять тысяч лет назад, а, как кажется, ученым больше, мы и знаем из богословия, что датирование библейских текстов, библейская хронология, согласно которой сейчас 7522 год, она не является строго библейской. Нигде в Библии не сказано, вот с какого дня как нужно отчитывать эти дни. Святой Василий Великий говорит, что сейчас продолжается седьмой день. То есть, седьмой день Бог почил от дел своих. Седьмой день. А когда придет Христос, наступит восьмой день. Ну, давайте порассуждаем, сколько длится седьмой день. Ну, вот все обозримое нашу историю человечества. Многие-многие тысячи лет. Так что здесь можно как-то интерполировать, может быть, на предшествующие дни, на последующие. Но все равно, конечно, не возникает тех миллиардов, о которых говорят нам некоторые исследователи. Но так или иначе, проблемы с датировкой и согласовать датировки с богословием по сути не существуют. Так вот, ответ. Поясните, пожалуйста, как из догмата о сотворении Бога мира из ничего, мы пришли к идее о неизменности Бога. В данном случае утверждение о том, что Бог сотворил мир из ничего, не приводит к нас к логическому завершению, что Бог не изменен, а лишь подтверждает, что Бог сохраняет свою неизменность. Принцип неизменности Бога мы с вами уже обозначили на первых наших встречах. В данном случае, говоря о творении мира, мы возвращаемся к этой идее неизменности и подтверждаем, что поскольку мир творится из ничего, Бог остается неизменным. Это никак не повлияло на его существование, на его природу. Вот и все. А не так, что может сказать сам тезис неизменность Бога напрямую, логически, строго произстекает из первого утверждения. Бог творит мир из ничего. Часто задаваемый вопрос, могут ли падшие ангелы раскаяться и снова вернуться к Богу? Преподобный Анда Маскин, точным изложений православной веры, говорит, что они это сделать не могут. Ну, не только он, практически в этом отношении все святые отцы единомысленны. После отпадения от благих ангелов их состояние неизменное во зле. Вот это, конечно, сложный вопрос для нашего понимания, поскольку мы существа изменчивые, и нам кажется, ну, если мы меняемся, почему им нельзя измениться? Преподобный Анда Маскин связывает это с наличием тела, потому что у них нет тела. У кого-то других отцов я встречал мысль, потому что они самоопределились во зле. Святитель Игнатий Бринчянина высказывает такую мысль, попытка объяснения, что когда дьявол соблазнил первых людей в раю, то он окончательно неизменно стал уже злым. Наверное, у каждого существа есть некий период становления и уже период последующего движения. Это касается и ангелов. То есть период становления у них прошел, и потом уже самоопределение конечного движения. Это касается не только ангелов, но и людей. Для нас тоже земная жизнь это период становления, самоопределения, с кем мы будем, с Богом или с противником Бога. И когда это самоопределение уже, так сказать, сформируется и будет выражено через наше деяние, то дальше уже будет соответствующее движение, или же к Богу, или от Бога. Наверное, этот ответ, или по крайней мере мысль, она и может хоть в какой-то степени разъяснить, почему ангелы неизменны. Потому что период становления у них уже завершился. И самоопределение свободное. Продолжают поступать записки в отношении того, могут ли ангелы, в том числе падше, слышать наши мысли. И как мы можем определить та или иная мысль, от Бога ли она, или от ангела, от падшего или от ангела-хранителя? Сегодня уже шла речь о том, что ни ангелы благие, ни падшие духи не способны проникнуть в сердце человека, в ум человека и знать все, о чем мы думаем, о чем переживаем. Но они легко могут об этом догадаться по нашим поступкам, поведению. Сердцеведцем, говорит Иоанн Дамаскин, является только Бог. Только для него доступно наше помышление. Но влиять они могут. Для этого они используют возможность вкладывать помыслы, навевать воспоминания, возбуждать человеческие страсти, могут использовать других людей, которые подвержены страстям и, может быть, уже исполняют их волю. Для того, чтобы различить, какие помыслы благие, какие злые приходят ко мне в мое сознание, это вопрос очень непростой. Это один из важнейших вопросов православной аскетики. называется искусство борьбы развлечения и борьбы с помыслами. Для этого необходим дар рассуждения. Основой для этой деятельности является Иисусова молитва. Во-первых, Иисусова молитва создает некий правильный фон в человеческом сознании. На чистом белом фоне вы видите истинное содержание цвета довольного предмета. Во-вторых, Иисусова молитва дает силы сопротивляться. злым помыслам. Молитва Иисусова сама отгоняет помыслы. И если у человека познал, что этот помысел злой, то он, опять-таки, опираясь на эту молитву, произнося эту молитву, может вытеснить из своего сознания. Но, конечно же, в этом делании Иисусовой молитв борьбы много тонкостей. Дьявол весьма искусен. Очень часто свои злые помыслы он обязательно преподносит такой шоколадной глазури или в яркой обертке, и человек неопытный путается. Поэтому, чтобы не запутаться, в монашеском традиции существует практика исповеди помыслов, откровения помыслов, когда человек более духовно опытный, уже анализирует, не увлеченный эмоциями, анализирует помыслы своего послушника и помогает ему определить, что слева, а что справа, что от Бога, а что от дьявола. Скажите, пожалуйста, видят ли младенцы ангелов, и почему детей инвалидов также называют ангелами? Видят или не видят, сложный вопрос. Преподобный Серафим предполагал, что видят. В его житии описан такой случай, когда к нему пришел один из богомольцев на беседу вместе с ребенком, то ребенок шумел в келе, бегал по келе преподобного Серафима, и богомолец очень смущался, на что преподобный Серафим ответил, не переживай, его утешает ангел. Видимо, это было открыто преподобному Серафиму. Вторая часть... В отношении детей инвалидов, которые называют ангелами... детей инвалидов, конечно же, здесь в переносном смысле мы используем слово ангел, сравнивая их с ангелами в плане чистоты невинности, безгрешности, личной безгрешности. Отождествлять полностью душу человека и ангела, никто святых отцов этого не делал. Они близки по своей природе, душа человека и ангелов, но все-таки не единосущны между собой. Более того, в богословии Григорий Поломай иногда даже ставил вопрос, все ли ангельские чины единосущны между собой. Это тоже для него казалось не самоочевидным. Мне кажется, этот вопрос относится уже к сферу такого богословского дерзновения, совсем необязательного для нашего спасения. Поскажите, пожалуйста, если человек не крещен, может ли он, она попасть в рай? Или если человек другой веры, но прожил жизнь хорошо и не сделал зла, то что в таком случае с ним будет? Друзья, давайте поживем, увидим. Когда мы представим судьбу Божьей, нам все откроется. Видите ли, конечно, можно к этому вопросу подойти с точки зрения такой формальной и сказать, да, в Священном Писании Господь Иисус Христос говорит прямо, если кто не родится от воды и духа, тот не может войти в Царствие Божие. И никто из нас не прав изменить слова. Вот он сказал так, и все. Но тот не войдет в Царствие Божие. Но, с другой стороны, да, Царствие Божие, но является миллимир блаженства, или, по крайней мере, мир с Богом полностью тождественным понятием Царствия Божия или не является. Вот этот вопрос остается открытым. Может быть, он не тождественен. Допустим, Григорий Богослов, когда рассуждает о некрещенных младенцах, он говорит, что они не имеют полноты совершенства, поэтому не могут насладиться Богом, но они не будут и наказаны, потому что не согрешили. Поэтому он отводит им место как бы, вроде бы, в месте блаженства, но видит их существами неразвитыми и потому не способными в полной мере блаженствовать. Эту идею, кстати говоря, очень красиво выразил один иконописец. Изображая рай, там изобразил и несколько маленьких детей с закрытыми глазами. Кругом красивые цветы, птицы, деревья, а вот они там находятся в чисто белых одеждах, но с закрытыми глазами. Они не могут это воспринять в полной мере. Может быть, таково решение данного вопроса. Но, повторяю, что он очень загадочный. Но полнота наследия Христа, полнота блаженства со Христом, конечно, предполагает и высокую степень поцерковленности. Спасибо. Вопрос из зала, пожалуйста. У меня такой вопрос. У меня вопрос про сердце. Вот вы сейчас упомянули фразу о том, что только Бог является сердцеведцем. Я так понимаю, это метафора о том, что сердечные мысли, точнее, мысли нашего сердца — это метафора. И на самом деле мысли сердечные — это просто часть нашего человеческого сознания, может быть, часть сознания души. И вот эта часть сознания нашей души, она закрыта от ангелов, от падших духов. Так какая именно часть? Какую-то они часть видят сознание, какую-то не видят? Или они что-то другое не видят? Спасибо. По поводу сердца, конечно, можно было поговорить отдельно. Может быть, когда речь пойдет о человеке, о создании человека, мы немного коснемся вопроса человеческого сердца. Там не все так просто. Сердце человеческое тоже обладает помыслами. И, кстати говоря, об этом говорит сам Господь Иисус Христос, он говорит, из сердца человеческого исходит помыслу убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, и это оскверняет человека. Он прямо говорит, из сердца человеческого исходит, ни откуда-то, ни из сознания, ни из... Хотя, конечно, здесь, наверное, можно сказать, провести некую аналогию с бессознательным, и с психоанализа, и что-то еще. Кто знает, может быть, это аналогия в данном случае в какой-то степени несправедлива. Но это относится к свереги. А то, что касается ангела и способности зерцать, повторяю, что они... Их весь вообще внутренний план человеческого бытия для них сокрыт. Сокрыт. Вот. И когда мы говорим, сердце видится, это не значит, что от них сокрыто только сердце, но и то, что в нашей голове, характере наших мыслей. Вот. Это тоже для них остается тайным. И это хорошо на самом деле. Понимаете? Человек, если бы был полностью прозрачен не только для Бога, но и для ангельских миров, то мы были бы действительно какой-то игрушкой в их руках. А так, как бы сказать, в нас сохраняется некое пространство внутренней деятельности, куда допускаем только Бога, который в предельной степени уважает нашу свободу. Он никогда нам не навредит. А ангелы, вот мы сегодня уже даже вот в рассуждениях наших приводились примеры, да, они даже при всей своей благости, но в силу несовершенства тоже могут какое-то совершить несовершенное действие в нашей душе. Поэтому и для них этот мир закрыт. Вопрос с первого ряда, пожалуйста. Отец Вадим, благодарен. У меня такой вопрос. Когда ангел-хранитель заканчивает свое служение в сопровождении человека в течение его жизни, то когда человек покидает тело, есть ли у святых отцов какие-либо мысли по этому поводу, что какое служение дальше у ангела, что он делает? И вторая часть в связи с этим связана. А порекомендуете ли какую-то литературу из святых отцов может вообще познакомиться ближе с духом, с миром духа, с ангелом? Спасибо. По поводу ангела-хранителя, конечно же, его служение не ограничено только земной жизнью человека. Мы знаем, что и после смерти ангел-хранитель сопровождает душу на мытарство, сопровождает на частном суде. Конечно же, он не находится вместе с душой, если она оказалась при исподних земле тоже, так сказать, в поду, но некая степень ответственности и связь, возникшую между человеком и ангелом, она не уничтожима уже во время никогда. Никогда. И на страшном суде Божьем мы сегодня уже об этом вели речь. Они опять станут рядом со своими душами подопечных и будут вместе отвечать перед Богом за все произошедшее в человеческой жизни. Конкретно, что там с ними происходит и что они занимаются в то время, когда душа находится где-то там при исподних земле, а они там не находятся, ни ответа не встречаются. Если найдете, поделитесь, буду рад. А по поводу литературы для знакомства с этим вопросом прежде всего рекомендую вам прочитать небольшие разделы в точном изложении православной веры Иоанна Дамаскина, преподобная Иоанна Дамаскина. У него есть глава об ангелах и бесах. Очень конкретные, четкие, ясные положения, которые могут быть вашим фундаментом. А дальше уже, конечно, есть повторяя трактат о небесной иерархии Дионисия Репонита. Но я вас уже предупредил, что не все положения из этого трактата получили полную церковную рецепцию. Но трактат, несомненно, интересный. Его можно было бы порекомендовать тоже почитать вам. Существует масса другой литературы. Я бы, знаете, вам еще что признано. Прочитайте «Житие святителя Иннокентия Московского». У него есть потрясающий пример о встрече с ангелами. Вы знаете об этом? Однажды святитель Иннокентий, когда он был еще священником и миссионерствовал на Львовских островах, понятно, что никакой связи не было, он на утлой лодочке вместе с переводчиком, местным жителем, переплывался с одного острова на другой, чтобы там проповедовать о Христе и крестить, хоть как-то организовать церковную жизнь. И когда он прибывает на этот остров, то увидит, что на берегу выстроили жители, местные, алиуты, торжественные в своих нарядах, праздничных нарядах, и смотрит на него. Когда он причалил к берегу, то он поинтересовался, а кого вы встречаете? Он говорит, мы тебя встречаем. А зачем вы меня встречаете? Нам сказано, чтобы мы сделали все, что ты нам скажешь. Повторяю, что я в данном случае рассказываю историю не двухтишелетней давности, а вот она документирована в его собственных дневниковых записках. Чуть не подлинники вы можете с этим знакомиться. Он в изумлении спрашивает, а откуда вы знали, что я прибуду? И вот вы выстроились, то есть они знали время конкретное. А нам сказал наш местный шаман. Да, что же у вас за шаман такой, спрашивает святитель Иннокентий. Но, тем не менее, дело благое. Он, так сказать, начал проповедовать Христе. Они все приняли, слово в слово, безропотно все, выучили, сделали как положено, крестились. И он под конец, живя, он жил несколько месяцев на этом острове, говорит, вы мне познакомьтесь с этим шаманом странным. Они его познакомили. И этот человек, он тоже оказался среди крещаемых, он сказал, они меня обижают тем, что называют шаманом. Никакой не шаман, а кто-то и что-то. Он говорит, да просто ко мне иногда приходят два ангела и помогают нам выживать. И я передаю людям то, что они мне скажут. Тогда святитель Иннокентий говорит, конечно же, человек был опытным и решил, может быть, это бесы. Говорит, а можно я с ними встречусь? На что этот человек ответил, говорит, я спрошу у них и потом тебе отвечу. Прошло несколько дней, и он приходит к святителю Иннокентию и говорит, они сказали, можно встретиться, но неужели у нас почитают за демонов? Святитель Иннокентий пишет в своих воспоминаниях Дениковых, он говорит, я испугался, что я так делаю. И он пишет рапорт Иркутскому архиерею, рапорт тоже сохранился, это все документировано. Можно ли мне встретиться с ангелами? Понятно, что тогда не было ни факсов, ни телефонов, ни телеграфов, ни интернета. Это письмо шло с Оливудских остров несколько месяцев в одном направлении. Теизнийский получает ответ от архиереи. И он говорит, конечно, это дерзновенно и необычно, но ради церковной пользы встретьтесь, пожалуйста. Но когда письмо уже пришло на этот остров святителя Иннокентия уже там не было, он должен был идти дальше проповедовать, и так его встреча не состоялась. А, да, я его постил одну важную деталь. В беседе с этим человеком он говорит, а что им говорят эти ангелы? Он говорит, ну, как выжить, они говорят нам о Боге, говорят, как надо спастись, вот, ну, говорит, чтобы креститься, мы должны были тебя дождаться. А что они вам говорили о Боге? И дальше он запишет в записках, мне этот человек пересказал все то, что мы обычно преподаем в курсе православного катехизиса. То есть, понимаете, учение о Боге Троице, и учение о Спасителе мира, вот, оно все было ему открыто. Понимаете, тайна промысла Божия. Вот эти люди, конечно, были нечиславными, не возгорели, поэтому Господь им так вот и открыл. Такие существования. Этот случай, можно сказать, сравнительно недавно в нашей истории, документирован. Вот им история об ангелах, их помощи. Чем человек чище, тем ближе они к нему, и тем существеннее их помощь. Есть вопрос в зале, пожалуйста. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Вы напомнили о том, как бороться с помыслами при помощи Иисуса молитвы. Скажите, как можно бороться с недолжными ощущениями, чувствами, допустим, гнева, раздражения, которые в определенной ситуации появляются. Спасибо. Вы знаете, вопрос, который задаете, конечно, как правило, очень личный, индивидуальный. И здесь вот такие универсальные рецепты едва ли будут подходящими. Да, конечно, я могу вам дать общий ответ, сказать, ну, делать, совершать, понуждать все противоположные добродетели, там, смирению, протости. Но как это сделать? Вот вам должен духовник уже конкретно прописать. Вот. Это очень тонкий, личный момент. И то, что касается и других человеческих страстей и немощей, здесь необходимо и ограничение себя в плане всяких искусительных ситуаций, воспоминаний, но и развивать себя в добре. Очень опасно, если мы просто сопротивляемся страсти, но не насаждаем противоположную добродетель. Мы сжимаем пружину, и она обязательно разожмется. Если мы эту энергию внутреннего движения души не преобразим во благо, то, скорее всего, будем или топтаться на месте, или снова вернемся на круги своя, к тому же греху, которым страдали. Но это, повторяю, это общие какие-то рассуждения, а так конкретно я бы вам рекомендовал подойти к священнику. Пожалуйста, еще один вопрос из-за вам. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Вы сказали, что для ангелов скрыто наше сердце и наши мысли. А вот когда мы молимся, нам нужно молитву вслух произносить, или мысленно тоже можно обращаться к ангелам, к святым? Спасибо. Это хороший вопрос. Когда мы молимся, когда мы молимся ангелу-хранителю, вообще, то нас слышат ангелы-хранители, потому что мысль – это внутреннее слово. Мысленный диалог, он столь же реален, как и словесный диалог, даже более реален. Преподобный Анда Маскина, о котором я уже сегодня много раз упоминал, в этой главе он говорит, что в будущем веке люди и ангелы будут общаться мысленным словом. И в каком-то смысле православные христиане уже к этому приучают себя через молитву. И это не важно уже даже, будете вы произносить молитву устную или мысленно ангел или тот святой, к которому вы обращаетесь, обязательно ее услышат. Или Господь Бог, но Господь в любом случае все слышит. Это касается даже не только ангелов и святых, но даже наших умерших сродников. Когда мы просто живем, они, конечно, нас невидительно слышат. Но если мы искренне молимся за них, то даже где бы они ни находились, в раю или, не дай бог, в преисподней земле, они ощущают, что сейчас мы мысленно к ним обратились. Мысленный диалог – это реальность объективная, и мы должны освоить его сейчас, здесь, на земле, через молитву. Разговаривая об ангелах, мысль наших слушателей переносится далеко, в том числе в иные миры. Так вот, следующий вопрос поступили к нам. как относиться к теории параллельных миров, к жизни в параллельных мирах, как относиться к утверждениям об атлантах, НЛО, шаровой молнии? Мне кажется, надо спать спокойно. Покуда атланты, шаровые молнии, инопланетяне к нам не приходят домой, по этому поводу себя особо и не загружать. Друзья, вот дьявольская уловка, она заключается в том числе и в том, чтобы наше сознание, энергию, силу, благие качества направить к ложным целям. Они как бы не являются злыми на 100%, но как бы размывают наши силы, не позволяют сфокусироваться на главном. Вот идеи, которые здесь сформулированы в этом вопросе, они тоже где-то, наверное, ложные в чем-то, в чем-то искаженные, но так или иначе Господь не ставит перед нами задачу решить вопрос о существовании Атлантиды. Он не ставил перед нами задачу искать неземные цивилизации, уж тем более вступать с ними в диалог. Ну и многое из того, что здесь перечислено. То, что мир, в котором мы живем, гораздо богаче содержательства, чем то, что мы видим, в этом нет сомнений. И в этом плане, конечно же, существование душ, существование ангелов падших духов происходит где-то рядом с нами, но и не здесь. Можно сказать в параллельном мире. Это будет, наверное, по-своему правильно. Но пытаться выстроить теорию параллельного мира, произвести эксперименты в этом параллельном мире, это пустая трата времени, дорогие братья и сестры. Поэтому я хотел бы вас от этого все-таки оградить. Кроме того, учтите, конечно же, часто проникновение в этот пласт бытия, попытки проникновения, очень часто связаны с экспериментами духовной жизни. То есть, чтобы проникнуть в параллельный мир, предлагается кому-нибудь пройти соответствующий гипноз, транссигентальную медитацию, или же обкуриться наркотиками, или же еще что-нибудь еще. Понимаете? Это ведь методики, в общем-то, из древности разработанные. Они неизвестно, куда переводят, но то, что они нас разрушают, в этом нет сомнений. Поэтому я бы и с этой позиции вас предупредил. А вообще мы с вами будем еще раз рассматривать тему кожаных рис у человека. И преодоление этих кожаных рис, то есть способности воспринимать духовный мир, несвоевременно. Это чрезвычайно опасное занятие. И дьявол к этому нас всячески пытается подтолкнуть. Прежде чем будет озвучен вопрос в зале, есть сродный вопрос по записке. Дракон – это лишь символический образ дьявола. Можно ли православному христианину использовать вещи с изображением дракона? Китайские чайники. Друзья, я бы не стал недооценивать смысл символа. Символ по-гречески – это то, что он связывает. В древности что было символом? Брали какую-то глиняную статуэтку, предмет, печать, разламывали на части. Допустим, два человека на две части, три человека на три части. А потом люди разъезжались в разные страны, может быть, умирали, передавали своим детям, а дети приходили друг к другу. И опознание человека происходило через символ. Он прикладывал свою часть, и она состыковалась с той, которая хранилась у хозяина. И он говорит, этот человек мой, это свой человек. Символ – это то, что связывает, несмотря на то, что реальность вроде бы нас разлучила. Поэтому я бы не стал недооценивать значение символа. Символы нас связывают с той реальностью, к которой они нас отсылают. Вот знаки, вот есть понятие знака, понятие символа. Знак – это просто указатель. Дорожный знак, он указывает, через 150 метров будет пешеходный переход. Он не связывает нас с пешеходным переходом, он нас просто предупреждает. А вот символы, они связывают. Поэтому, конечно, характер этой связи, он обусловлен нашим сознанием. Если мы придаем большое значение символу, то эта связь образуется сильнее. Если мы пренебрегаем этим символом, да, эта связь будет ничтожно малой. Но говорит, что ее вообще не существует, я бы не стал. Поэтому у меня никакой симпатии дракон не вызывает, и такие предметы я дома не держу. И вам не рекомендую. Но бояться, с другой стороны, друзья, давайте о другой крайности, бояться символов нельзя. Тот, кто с нами сильнее того, кто против нас. Да, если вам попались в каком-то заведении или какие-то чашки, не бойтесь. То есть перекрестили спокойно, съели, идем дальше. Тот, кто с нами сильнее того, кто против нас. Поэтому будьте сильнее. Вот этих символических связей есть, если они негативные. У нас такая возможность есть. Пожалуйста, вопрос в зале. Спасибо за лекцию. Почек, вы сказали, что злой дух, он вкладывает в сердце человека злой помысл и так далее. И вот я просто вспомнила, что у Александра Сергеевича Пушкина есть строки, которые он написал в «Дни своей печали», где он задается вопросом, кто его возвал из бездны темной тайны. То есть кто вложил в его сердце вот эти вот все помыслы. На что митрополит Филарет, московский-коломинский, отвечает ему тем, что «Сам я своей нравной властью злой из темных бездна возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал». То есть получается, что человек... Мне просто интересна вот эта взаимосвязь. Ангел, который побуждает на доброе, вот этот лукавый, который вкладывает в сердце злой помысл, и вот этот выбор человека. Потому что я как человек, который принял христианство в сознательном таком возрасте, и вспоминая прошлое, есть такие ошибки, от которых Господь меня уберег, еще будучи, когда я была не крещеная. И вот эту всю взаимосвязь можно было бы хотя бы хоть как-нибудь прояснить. Спасибо большое. Давайте различим, что вкладывание помысла или возникновение помыслов в сознание и принятие помысла – это не одно и то же. Падшие духи, благие ангелы, даже Господь Бог могут вкладывать и вкладывать в нас помыслы, но принять или не принять помыслы зависит от нашей свободы. Поэтому иногда, конечно же, люди пытались переложить всю вину на падших духов. Да, я не виноват. Вот мне так показалось, мне так захотелось, вот дьявол меня, по-моему, бес попутал и так далее. Знаете, такие высказывания достаточно устойчивые, распространенные. Но, повторяю, что грань на самом деле совершенно четкая. Помысл появляется в человеческом сознании, а принимаю его я добровольно и сознательно. Поэтому Пушкин не может оправдаться тем, что кто-то его там из бездны возвал, кто-то его сердце страсти взволновал. Он сам все эти страсти в виде помыслов сначала, а потом уже потакая им, взрастил в своей душе. Об этом ему и говорит святитель Филарет в этом замечательном стихотворении. Кстати, спасибо, что вы сегодня вспомнили. Напоминаю, друзья, завтра память святителя Филарета Московского православных храмов. Поэтому помолитесь ему. Это вот великий богослов русской православной церкви. Ну что ж, дорогие друзья, много еще вопросов есть и в зале, и в записках, и не только про ангелов и динозавров. Но нам уже надо завершать нашу сегодняшнюю встречу. И, наверное, можно будет эти же вопросы повторить и в последующих встречах, потому что они так или иначе будут касаться последующих тем. Поэтому благодарим вас сегодня за активность, за интересные вопросы.